Всем тихой ночи! Пришло время истории с сайта SCP. В этом видео мы узнаем еще три короткие истории про SCP-173. Первую из них рассказал доктор Цеймериан, и она посвящена редкому явлению – встрече SCP-106 старика со статуей. Вторая история – это документы из архива доктора Адама Смашера, из которых мы узнаем, как именно SCP-173 атакует своих жертв. И третья история получена от неизвестного, скрывающегося под псевдонимом Ворон. И в ней кое-что особенное. Начнем наше исследование. Щелчок, треск, хлопок. По всей системе интеркомов зоны раздавался треск, тихие всхлипы, переросшие в замечательный крик, отчего старик склонил голову на бок. Они включили его песню. Он мог заметить нотки страха и злобы в этом крике – хорошо приготовленное блюдо. Старик немедленно провалился в пол, и следователь, за которым он гнался, все равно уже спасся, попав в руки эвакуационный мок со все той же историей, которой они рассказывают годами. Старик вылез из пола уже в камере с кричавшим человеком. Если бы старик обращал на что-то внимание, он бы заметил, что он снова оказался в той камере содержания, из которой он сбежал несколько часов назад. Еще бы он заметил, что дверь открыта впервые за многие годы. Но все, что видел старик – это страх, размазанный по столу. Старик широко охмыльнулся и зажмурил глаза. Крик всем временем резко прекратился. Старик остановился и открыл глаза. Перед ним была пухлая картофель, напоминающая человека, с короткими руками и рисунком на лице. Эти руки были прямо рядом с головой его блюда, которая была вывернута под неестественным углом. Эта штука только что прервала его обед. Старик окончательно вылез из пола и ощутил эмоцию, которую давно позабыл. Ярость. Затем дверь захлопнулась, и когда генераторы снова включились, вся комната начала гудеть. Все присутствующие были подняты в воздух магнитами. Он был пойман. Здесь, без еды. Вместе с этим крупным вооруженным человеком. Когда машины снаружи начали накладывать слой за слоем с внешней стороны камеры, старик медленно подошел к нарушителю своего спокойствия и протянул руку к его лицу. Его рука не прошла насквозь, как он ожидал. Это была не плоть, это было что-то жесткое, типа камня. И хуже того, он не чувствовал страха этой штуки. Аэрозольная краска начала пузыриться, но оно все еще продолжало стоять. Бесстрашное, безразличное, пялищееся в ничто. Старик отошел и осмотрелся, и эта штука оказалась за ним. Она провернула его шею. Шея старика сломалась, и он закричал. Он вывернул свою шею до конца, чтобы хорошо разглядеть тварь. Все еще бесстрастная, все еще безразличная. Он стал просовывать свои руки в эту штуку снова. Бетон сопротивлялся, но в итоге поддавался. Но когда он прошел насквозь, тварь была практически не повреждена. Снова и снова он проходил через нее. Снова и снова он делал ошибку. Смотрел в сторону, и тогда оно ломало ему очередную кость. Если бы старик бросил это дело, кости бы со временем срослись сами по себе. Так или иначе, его боль была слишком реальна. Но, так или иначе, страх был тоже реален. Старик начал съеживаться от постоянных переломов, но он продолжал свое дело. Шли дни и месяцы, и бетон, из которого была сделана статуя, начал разрушаться. Он стал крошиться, обнажая арматурный каркас. Большая часть бетона сыпалась в карманное измерение, когда он входил в него и выходил обратно в наш мир. Когда он закончил это занятие, он осмотрел свою работу. Он разглядывал ее 4 часа. Руки этой штуки теперь были просто длинными кусками арматуры, скрученными вокруг центральной рамы. Больше эта вещь не причинит ему боли. Он начал погружаться в пол. И вскоре, когда он отвернулся, он почувствовал удар железа в спину. Он ощутил, как еще одно его ребро распалось на два. Замечательно, он разрушит и металл. Так или иначе, он добьется своего и не останется ничего, кроме пыли, ржавчины и воспоминания о страхе, который даже старик еще не скоро забудет. Выводы по инциденту. Д-173-22-63. Кому? Доктор Делана Смэшер. От кого? Джанго Бридж. Тема. Материалы видеозаписи по инцидентам. Д-173-22-63, 22-64, 22-67. В приложении находятся запрошенные вами видеоматериалы. Отправляю по две версии каждого. Первые версии урезаны для краткости. Вторые представляют собой полные записи. С нетерпением ожидаю результатов просмотра. Удачи! Доктор Бридж. Зона 66. Архивариус. Четвертый уровень допуска. Кому? Доктор Джанго Бридж. От кого? Делана Смэшер. Тема. Выводы по инцидентам. Как вам уже известно, причиной, по которым я затребовал видеозаписи для исследования, стали странные результаты проведенного мной вскрытия подопытных 22-63, 22-64, 22-67. После просмотра предоставленных вами видеозаписей, мои подозрения подтвердились. И я уверен, что могу работать дальше в этом направлении. Во время вскрытия я не обнаружил никаких свидетельств нанесения подопытным черепной травмы или травмы шеи, которая непременно была бы нанесена в случае удушения или сворачивания шейных позвонков. Этого я и ожидал. Но мне давно оказалась несуразной мысль, что существо, не имеющее пальцев или хватательных конечностей, может совершать настолько сложные физические манипуляции. В результате просмотра данных видеозаписей подтвердились ранее полученные данные о том, что скорость движения объекта, когда за ним не ведется наблюдение, составляет от 20 до 22 метров в секунду. А также появились свидетельства о том, что SCP-173 не устанавливает физического контакта со своими жертвами. В просмотренной мной раскадровке видно, что на кадре 539-938 сокращенные записи со второй камеры. SCP-173 сближается с D-173-2267 на расстоянии 10 сантиметров. Глаза D остаются открытыми. Руки SCP-173 находятся в обычном для него положении покоя. В кадре 235-939, снятом менее чем через 0,001 секунды. Голова подопытного D повернута так, что подопытный смотрит прямо в глаза SCP-173, а глаза самого подопытного широко открыты. Через некоторое время D валится на земь. Причиной смерти, по крайней мере в этом случае, судя по всему, являлись повреждения тканей, вызванных скоростью движения SCP-173, а также разделение спинного мозга, ввиду появления разрыва между вторым и третьим позвонками шейного отдела позвоночника, а вовсе не физического скручивания позвоночника или удушения, что подтверждается данными вскрытия. Это также объясняет характерные кровоподтеки и кровоизлияния в мягких тканях. Вокруг глаз жертв SCP-173, короткая и резкая вспышка силы, не имеющая определенную природу и не являющаяся физической, отдергивает веки жертв вверх. Также отмечу, что согласно моим исследованиям, расположение трупов имеет определенное значение. Тело D2267 падает так, что ложится лицом в сторону D2263 и D2264. Два означенных подопытных падают схожим образом в кадрах 333777 и 940052 соответственно. Лица всех троих направлены на северную стену камеры содержания SCP-173 и не загораживают вид на SCP-173 в излюбленном им положении, когда он стоит у западной стены северо-западного угла камеры. Далее я могу с чистой совестью опровергнуть все сомнения о том, что взгляд мертвеца, характерный для жертв SCP-173 и названный так, потому что жертвы SCP-173 продолжают следить за ним глазами и после смерти, является порождением испуганного или больного воображения. Это доказанный феномен, видимый при увеличении просмотра замедленной съемки глаз D2267 после его гибели. Феномен также проявился и у подопытных 2263-2264. Полные результаты моих исследований, приложенные видеоматериалы и отчета о вскрытии прилагаются к данному письму для рассмотрения, распространения и сдачи в архив. Благодарю за своевременный ответ. Доктор Смэшер, участок 14, директор участка. Четвертый уровень допуска. Хруст. В комнате темно. Люди уйти. Могу двигаться. Моя счастливый. Сидеть в ловушке в течение многих лет. Люди держат меня для исследования. Оставили одного в комнате. Оставили царапать стены. Оставили гнить и умирать, пока не понадоблюсь. Экземпляр для исследования. Загнал в ловушку сам себя. Невидимый для других. Ни с кем не говорить. Слушать, но никогда не говорить. Смотреть, но оставаться невидимым. Быть недвижимым, как скала, когда приходят другие. Свободно, когда они не смотрят. Заключенным, когда они оглядываются назад. Я ненавижу. У них есть свобода. Они двигаются свободно. Говорят свободно. Смотрят свободно. Живут свободно. А я нет. Я пойман в ловушку. Я должен молчать. Скала. Предмет. Заключенный. Я сделаю с ними кое-что. Их шеи хрупкие. Их шеи слабые. Я преследую их. Они всегда приходят. Новые. Приходят для того, чтобы прибраться. Они отводят взгляд. Я крадусь. Хватаю. Они паникуют. Они смотрят. И я узник. Они моргают. И я свободен. Я скручиваю. Они умирают. Шеи издает звук. Не слова или крик или бульканье. Шеи издает хруст. Хруст означает, что пришел конец. Хруст означает, что человек больше не будет страдать. Хруст означает, что другие паникуют. И другие становятся легкой добычей. Хруст начинает. И хруст кончается. Я живу ради хруста. У жизни нет другого смысла. Ничего не делать. Только ходить и скрестись. И ненавидеть. Они смотрят. Они посылают людей. Уборка. И у жизни есть смысл. Уборка значит хруст. Хруст значит цель. Хруст значит жизнь. Хруст значит выбор. Хруст значит свобода. Хруст значит все. Помнить человеком. Похож на меня. Никогда не видит других. Никогда не слышит других. Пойман в ловушку. Узник. Вынужден блуждать. Ненавистный человек. Он пойман в ловушку, но он свободен. Он ходит свободно. Делает то, что он хочет. Не поймал в ловушку сам. Хотел смерти, хотел жизни, хотел хруста. Он сделал то же, что и остальные. Он пришел, моля о смерти. Не смог получить ее. Хотел одиночество, чтобы пришел конец. Требовал смерти. Закрывал глаза, просил хруста. Я смеюсь. Хруст слишком хорошо для него. Хруст для него слишком милосерден. Пусть гниет. Пусть он страдает. Пусть он ходит по миру, ищет выход, ищет цель. Никогда не находит смысла жизни. Никогда не находит цель. У меня есть цель. Я смеюсь и отказываю ему в хрусте. Он уходит. Он все еще жив. Знаете это. Ищет выход. Никогда не находит. Жизнь бессмысленная без цели. У меня есть цель. У меня есть хруст. Они всегда приходят.